Это наше время. Коротко об основных событиях понедельника в материалах корреспондентов телеканала «Регион» в студии Мирики Ульманов. Здравствуйте. Элла Памфилова доложила президенту о проблемах в Оренбурге. Выдержки из доклада о правах человека в России касаются и нашего региона. Какие вопросы тревожат уже бывшего омбудсмена, а также мнение оренбуржцев, смотрите в нашем следующем выпуске. А сейчас... Глава Оренбурга встретился с сиротами. История с недостроенными домами на Турбинной получила продолжение. Молодые люди, оставшиеся без родителей, сегодня отстаивали свои права у стен администрации города. Напомню, дома для детей-сирот на Турбинной компания «Автопортал» обещала построить еще в конце прошлого года. Однако сроки постоянно переносились. Последняя озвученная дата – 28 марта. Время пришло, но строители ничего не исправили и множество недоделок так и осталось. Чем закончилась незапланированная встреча городских властей с сиротами? В сюжете Александра Ефанова. Наш застройщик, когда мы были на стройке 21 марта, сказал то, что 28 марта дом будет готов. Приезжайте, смотрите. На что мы сегодня приехали. Ну, что он обещал, того нет. Ничего не установлено, ничего не сделано. За возведением домов на Турбинной последние пару месяцев следит буквально весь город. Сироты пытаются найти ответ, когда положенное им по закону жилье сдадут. В итоге получают только очередную порцию завтраков и полное бездействие. Света нет, нет розеток, нет ни туалета, ни ванны, ни раковины, ничего. Ни подоконника даже нет. А пока ребята вынуждены ютиться, снимать жилье. Приходится думать о временной регистрации, об официальном месте работы говорить также не приходится. Мы все на съемных квартирах, у всех дети. У меня у самого трое детей, мы на съемных живем. Такая история для некоторых длится уже много лет и уже кажется совсем неразрешимой. Я вот около семи лет. И что вам говорят постоянно? Постоянно разные нам говорят. То застройщик виноват, то администрация виновата, то жилполитика виновата и все прочее. Там конкретно ничего не говорят. По каким причинам? Потеряв последние надежды, сироты сегодня решили отстаивать свои права у стен мэрии. Митинг был не согласован, прошел тихо, без криков и транспарантов. Но главное, никто их не выгнал и даже пригласил на разговор. Евгений Арапов в своих высказываниях не скупился на острое словцо в адрес застройщика компании «Автопортал». Несмотря на эти неоднократные встречи, я понял, что что-то непонятное творится, что это, извините за такое слово, кидало. Было принято решение обратиться официально с заявлением в силовые структуры. Это полиция, соответственно, там вопросы мошенничества и так далее, и прокуратура. И пока одним от уголовного преследования, скорее всего, не отвертеться, другим приходится думать, как разруливать ситуацию. Одна из структур оренбургских, будем говорить, строительных, зашла туда. Зашла для того, чтобы закончить отделочные работы за «Автопортал», по сути дела. Какие-то соглашения там были заключены, но коллеги с этой коммерческой структуры понимают, что никаких денег реально, скорее всего, они не получат. Ответ держать пришлось и Сергею Макееву. Торможение сроков сдачи принесло сиротам немало социальных трудностей, а чиновник и сам растерялся. То ли знает он о них, а то ли и вовсе нет. Если возникают у сирот таких ситуаций, мы, во-первых, общаемся с ним, мы же не знаем, у кого страха. Между тем, новый срок на сдачу жилья – два месяца. К концу мая сторонняя компания пообещала устранить недоделки. Но сами ребята, которые за это время стали немного экспертами в строительной отрасли, не готовы пускать все на самотек. Мы каждый понедельник будем теперь приезжать и смотреть, что сделали, что не сделали. Александр Ефанов, Дмитрий Примачек. Наше время. Арчане задыхаются от едкого запаха химии. Неудобства местные жители испытывают уже четвертый день. Как сообщают журналисты портала Ural56.ru, экологи еще в минувшую пятницу установили, что в воздухе превышена концентрация по диоксиду азода и фенолу. Однако установить источник зловония у специалистов не получилось. В выходные и сегодня ситуация в Орске не улучшилась. Неприятный запах в городе продолжает стоять. И кто травит людей, по-прежнему неизвестно. В этой связи местные власти направили обращение в Роспотребнадзор и Росприроднадзор, чтобы специалисты ведомств наконец определили источник загрязнения. Больше 600 оренбургских водителей лишились права садиться за руль. Причина – долги по алиментам и штрафы ГИБДД, сообщают в пресс-службе регионального управления судебных приставов. Всего же по данным службы водительского удостоверения за долги могут лишиться порядка 3000 оренбуржцев. Напомню, в январе вступил в силу новый закон, который позволяет приостановить действия водительских прав за неуплату алиментов и дорожные штрафы. Больше 10 тысяч рублей. Жилой комплекс «Северное сияние» вероятнее всего сдадут этим летом. Об этом сегодня заявила исполняющая обязанности министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Ольга Мещерякова. По ее словам, застройщик медленно, но все-таки движется к завершению строительства дома. Есть проблемы с новостройкой в Бузулуке. Владелец компании, который возводил здание, погиб. Для завершения строительства нужно 90 миллионов рублей. Возможно, эту проблему решат при помощи госпрограмм. Вроде как нашел решение и вопрос еще одним проблемным объектом – домами в Неженке, строительство которых заморозила компания «Альтаир-2007». В реестр обманутых дольщиков к нам пока включено 14 человек. Эти граждане организовали жилищно-строительный кооператив, обратились с заявлением в арбитражный суд о признании банкротом бывшего застройщика. Как только арбитражный управляющий вступает в свои права, мы начинаем с ним активные переговоры. Есть еще и подобран инвестор будущий, который готов зайти на эту стройку. Представил он нам наш проект, получил такое предварительное одобрение. То есть дело за судом. Потом мы будем работать с ЖСК именно в части организации и оказанием помощи в завершении строительства. Между тем, строительство жилья в этом году упадет примерно на треть строителей. Возводить жилье готовы, только вот покупать. Желающих все меньше. Юрий Мишенин, подробнее. Тот основной пласт, который могли сразу принять решение, взять кредит и купить жилье, практически таких людей уже все меньше и меньше становится. Финансовый кризис в стране, естественно, не прошел мимо Оренбургской области. Не совсем помогает и ипотека. Вроде до конца года продлили субсидирование процентной ставки по жилищным кредитам. Но требования к заемщикам стали жестче, а проценты выше. Если раньше ипотеку можно было взять под 10%, то сейчас среднее предложение от банков 12,5%. Вот однокомнатная квартира, возьмем миллион 250, в среднем сейчас, однокомнатная квартира, семья из трех человек. Они должны зарабатывать при сегодняшних ставках ипотечных в районе 40-50 тысяч. То есть, а что такое семья из трех человек? Ну хорошо, когда двое работающих, да? А если вот один работает, жена в декретном, то, соответственно, и вот эти 50 тысяч их сложно набрать. А ведь ипотека – это главный двигатель строительства. А потому компании, занимающиеся возведением жилья, на эту ситуацию уже отреагировали. Они, скорее всего, снизят темпы строительства. По прогнозам, в этом году сдадут порядка 900 тысяч квадратных метров. Это 76% от рекордного прошлого года. В области практически перестали строить большие квартиры. В ходу – квартиры, студии и социальное жилье. Так вот, в 2015 году, по отношению к 2014, как раз увеличился объем ввода жилья эконом-класса на 26%. И составил в абсолютном объеме почти миллион. Это 966 тысяч квадратных метров, если быть точнее. Это более 80% от всего объема построенного и введенного в эксплуатацию в области жилья. Сейчас в Оренбурге не продано примерно 1100 квартир. Ольга Мещерякова не может сказать точно, это инвестиционное жилье, которое купили и ждут роста цен, или просто не пользующиеся спросом большие апартаменты. Что с ними будут делать строители – вопрос. Может быть, снижать цены, что навряд ли. Скорее всего, их просто оставят до экономически лучших времен. Юрий Мишенин, Виктор Гошенев. Наше время. Долг по ипотеке спишут после рождения ребенка. В России хотят ввести детский жилищный вычет, согласно которому молодым родителям будут прощать часть жилищного кредита, если в их семьях рождаются дети. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы, пишет Российская газета. Как сообщает федеральное издание, часть долга по такому вычету будет выплачиваться из государственных средств. При этом рождение каждого последующего ребенка позволит семье существенно сократить расходы на ипотечный кредит. В завершении выпуска о прогнозе погоды на предстоящую неделю. В гидрометцентре обещают дожди, пока не покинут наш регион. Пасмурная погода в Оренбурже сохранится как минимум до конца недели. Впрочем, столбики термометров продолжат расти вверх. При переменной облачности осадки ожидаются местами. Ветер в восточной четверти от слабого до умеренного. Ночные температуры минус 3 плюс 2, то есть близкие к нулю. Днем плюс 4 плюс 9. 1 апреля в Оренбурже придет теплый, но влажный воздух со Средиземного моря. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, поднимется выше 10 градусов тепла. Ночные температуры положительные плюс 1, плюс 6, днем плюс 5, плюс 10, а в воскресенье 3 числа плюс 8, плюс 13 градусов. И на этой часа это пока все новости. Хорошего вечера. Субтитры подогнал «Симон»!